В Приморье появилась новая хоккейная команда. Ее организовали участники СВО при поддержке регионального центра адаптивного спорта и Краевого министерства физической культуры и спорта. У нас есть психологи, которые к ним приходят тоже с ними же и работают, чтобы доказать ребятам, что это все-таки возможно даже с их травмами. Докупим им инвентарь еще, увеличим тренировочный процесс и наймем тренера, потому что пока ребята тренируются без тренера. На ледовой площадке участники специальной военной операции, награжденные орденами и медалями за проявленный на передовой мужество и доблесть. Восстановившись после тяжелых ранений, они решили создать команду по следж-хоккею. Инициатор Антон Гагарин родился и вырос в Владивостоке. После лечения в госпитале вернулся в родной город. Сейчас спортсмены проводят регулярные тренировки. Настрой у них самый боевой. В следующем году выступить на чемпионате России по следж-хоккею. Для начала цель это научиться играть в следж-хоккей. То есть подготовить свой организм. Дальнейшие цели уже конечно же выйти на Россию. И там зарекомендовать как себя, как хоккеиста, как команду от региона. Ну и чтобы люди знали, что в Владивостоке, в Приморском крае действительно есть команда, которая может навести шороха всей стране. Также отметим, что набор в команду на данный момент продолжается. И спортсмены будут рады принять в следж-хоккейную семью новых ребят. Было бы неплохо, если бы нас поддержали бы люди. И те люди, которые к нам вольются в коллектив, мы их непосредственно поддержим. Потому что у нас здесь очень дружественная обстановка. Все друг друга поддерживаем, все друг другу помогаем. То есть мы хотим реализовать этот проект именно с нуля. То есть когда будет каждый игрок, каждый член команды будут выносить что-то от себя. Так, например, нападающий команды Дмитрий Чукунов познакомился с Антоном в госпитале и благодаря ему тоже начал заниматься слэш-хоккеем. По словам спортсменов, какие бы ни были в жизни обстоятельства, спорт поможет все преодолеть. Некоторые сложности есть. Мы когда находились в Петербурге и проводили занятия по следж-хоккею, там были сани любительские. Здесь сани профессиональные. Отличие саней получается в том, что ширина лезвий на любительских она шире. Соответственно, сидеть проще. И то, что у ребят, как бы это не первая тренировка, уже восьмая по счету, если мне не изменяет память. Они больше адаптировались уже к ним, испытывая маленькие трудности. Но все приходит с опытом. В составе команды также тренируются Владимир Слепов и Юрий Нехожин. Всех их объединяет общая цель и уверенность в ее достижении. Они являются настоящими героями и примером мужества и воли. Никакие жизненные обстоятельства их не сломали. И мы точно знаем, что они всегда будут побеждать. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.